78 лет назад Черкесск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Государственная национальная библиотека во главе с ее руководителем Салыхом Хабчаевым проводит большую военно-патриотическую работу. И такие даты, как освобождение Черкеска, не остаются без внимания. Материал Зарима Кардановой. С первых же дней войны из Черкеска в Красную Армию было мобилизовано около двух тысяч человек. События на фронте развивались не в нашу пользу. Вскоре в Черкесске появились первые эвакуированные. Отступление наших войск шло настолько стремительно, что штаб Северо-Кавказского фронта за первую неделю августа 1942 года четыре раза менял свою дислокацию. В то время в Черкесске находились семь эвакуационных госпиталей. Умерших раненых свозили на кладбище на подводах и хоронили в братской могиле. Спустя годы это кладбище назовут старым и позже на месте тех захоронений поставят плиту с надписью «Здесь покоятся 300 защитников Родины». На самом деле никто не знает их точное количество, неизвестны также их имена. Тем временем город готовился к обороне. За лето 1942-го из жителей области было мобилизовано 750-летних мужчин, а также из числа молодежи 24-го года рождения. Они пополнили ряды отступавших частей Красной Армии. В целом из Черкеска ушли на фронт более 8 тысяч человек, половина из них погибли. Спустя годы военные историки эти дни отнесут к северокавказской оборонительной операции, спланированной генеральным штабом в период с июля по декабрь 1942 года. В освобождении города Черкеска принимали участие более 200 наших земляков разных национальностей. Особо отличился Майлов Магомед Хаджи Исмаилович, он почетный гражданин города Черкеска. Одним из активных участников боев за освобождение Черкеска был Харцизов Умар Уручевич, минометчик из аула Эльбурган Хапецкого района. Остроухов Дмитрий Иванович, почетный гражданин города Черкеска. Шевченко Василий Иванович, почетный гражданин города Черкеска. Были женщины. Колесниченко Мария Васильевна Медик, Савоськина Анна Ивановна, Чинхасчева Фатима. Освободителями города Черкеска были Аджибеков Тома Джагафарович, Кущетеров Юсуф Гергакаевич, Медведский Иван Романович, Шурдумов Кучук Аминович, активный участник боев за Кавказ, в последующем первый секретарь Адыгихабльского района Кома партии, редактор черкесской газеты «Ленин Нур». Именно в ходе этой операции на северокавказском направлении погибло около 200 тысяч человек и более 180 тысяч солдат и офицеров получили ранения. Среди героических защитников города значится имя капитана, командира минометчиков Кучука Шурдумова, который свой первый боевой орден, орден Красного Знамени, получил за освобождение Черкеска. Пользовался авторитетом в своих частях, где он служил. Есть воспоминания его командира, который писал благодарное письмо его маме, за то, что она воспитала такого сына. Прошел всю войну с 1941 года, участвовал в освобождении Северного Касказа, и Осетии, и Грозного, и освобождении Черкеска. И свой военный путь закончил в Болгарии. Он мало прожил, 67 лет, но он был честным, трудолюбивым. Он был настоящим коммунистом. Стоит на проспекте Ленина в черкесский памятник воину-освободителю города. Задумчивый солдат в камне, напоминание о былых боях, о героизме, о котором мы не вправе забывать. Зарема Карданова, Ислам Урумов, Мухаммеда Шибоков, Веси, Карачаева, Черкесия.